Президент пригрозил закрыть границу с Мексикой и урезать помощь странам Центральной Америки в ответ на огромный караван мигрантов, медленно движущийся в сторону США. В ожидании прибытия каравана министр обороны Джеймс Мэттис приказал перебросить границы войска, около 800 военных. Роберто Эрнандес, защитник прав мигрантов из Сан-Франциско, который очень рад приближению этой колонны, присоединился к нам. «Роберто, большое спасибо, что заглянул. Я не рассчитываю убедить тебя пересмотреть свои взгляды на эмиграцию. Мы не раз беседовали, и я знаю, каково твое мнение. Но я ценю твою честность. Ты, в отличие от большинства левых, открыто высказываешь то, что думаешь, и я хотел бы, чтобы с твоей помощью наши зрители узнали, каковы ваши цели. Скажи мне, на каком основании эта группа людей направляется сюда? Если они ищут убежище, то могли обратиться в посольство США в Тегуси-Гальпе. Вместо этого они движутся к нашей границе. Они претендуют на статус беженцев? Бегут от войны? Если так, то от какой войны? Чем можно обосновать их действия? Добрый вечер. Давай, прежде всего, обратимся к истории. Вы знаете, здесь, в Америке, мы... Нет, уж знаешь, давай вернемся к моему вопросу. ...людей со всего мира. Возьми европейцев, которые приехали сюда на исконно индейские земли. И нам всегда следует с радостью принимать людей. Хорошо, ты в достаточной степени продемонстрировал незнание истории. Я просто хочу, чтобы ты ответил на мой вопрос, если не возражаешь. Давай придерживаться темы. Имеет ли юридическое обоснование тот факт, что эти люди идут к нашей границе, а не в американское посольство в Тегуси-Гальпе? Если мы рассмотрим вопрос о роли США в Центральной Америке, в Никарагуа, Гондурасе, Гватемале и других странах Латинской Америки, то увидим, что Соединенные Штаты способствовали разжиганию войн, чтобы защитить интересы корпораций. И многие люди пострадали от этих войн, и следствием этого является нищета. И текущая политическая обстановка в этих странах вынуждает людей приезжать сюда в поисках убежища. И мы должны принять этих людей. Дело в том, что... Хорошо, хорошо, я постараюсь отнестись к твоим словам серьезно. Дело в том, что ООО... Хорошо. Ладно. Помогает им. Ты знал это? Действия ООН вовсе не удивляют меня. Мы сейчас не об этом. Хорошо, я пытаюсь отнестись к этому серьезно. Ты сказал, большая часть людей в этом караване направляется сюда из Гондураса. Какую именно войну разожгли Соединенные Штаты? Кто конкретно извлек из этого выгоду, и когда закончилась эта война? О чем ты говоришь конкретно? Конкретно рассмотрим, какую роль играет правительство США в Гондурасе. Мы можем говорить об этом весь день, но о какой войне ты говоришь? Я просто хочу, что за война, что ты понимаешь. Я пытаюсь. Хорошо, позволь мне задать такой вопрос. Ты знаешь что-нибудь о влиянии США на Гондурас? Итак, ты говоришь... Ты знаешь что-нибудь о влиянии США на Сальвадора? Никара, ты не знаешь, о чем говоришь. Но ты выдвигаешь тезисы с намерением... Все, что нам нужно обсудить на этом шоу, это вмешательство правительства США в дела стран Центральной Америки и Латинской Америки в целом. Я спрашиваю тебя, о какой конкретно войне в Гондурасе ты говоришь, которую разожгли США, и которая объясняет этот караван беженцев? Когда закончилась эта война? В каком году? О чем ты говоришь или ты не знаешь? Что? Нет, я знаю. Хорошо, давай обсудим, какую роль в настоящее время играют американские военные в Гондурасе. Но ты сказал, что была война, то есть ты совершенно не знаешь историю Гондураса, но читаешь нам лекцию о нашей ответственности за этих людей, говоря о некой начатой нами войне, название и год окончания которой ты не знаешь. Это ты хочешь сказать? Не только это, но и о влиянии США на Гондурас. Ясно. И всю Центральную Америку. Мы уже говорили об этом. Хорошо, очевидная история не твой конек. Давай перейдем к чему-нибудь. Я не думаю, что наше мнение расходится. Я скорее не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Почему же он поддерживает этих людей, помогает им? А затем Трамп приходит и говорит, что Мексика должна... Ясно, я понял. Прекратить, я предлагаю... Пропускать их через свою территорию. Давай немного сменим тему. Давай посмотрим, сможешь ли ты ответить на другой вопрос. Власти Сан-Франциско объявили, что нелегальные иммигранты, люди, не имеющие права находиться здесь, будут допущены голосованию на выборах в местные школьные советы. Ты живешь в этом городе, ты думаешь, что это хорошая идея. Как ты думаешь, американцы, живущие в других странах на положении иммигрантов, должны быть допущены к выборам в этих странах? Посмотри, сколько белых проживает в Мексике, и мексиканское правительство не притесняет их. Давай посмотрим, их допускают голосованию на выборах. Посмотри, сколько людей не голосовали на последних выборах. Посмотри, посмотри на цифры. Ладно. Я бы сказал, что ты очень талантливый актер, но я хотел бы получить один четкий ответ. Имеют ли право американцы, проникшие в другие страны без разрешения, имеют ли они право голосовать на выборах в этих странах? Могу ли я незаконно проникнуть в Мексику, требовать там права голоса, и если мне его не предоставят, обвинить мексиканцев в расизме? Есть ли у меня такое право? Итак, давай проясним. В Сан-Франциско люди, допущенные голосованию, голосуют только на выборах членов Совета по образованию. Еще один вопрос без ответа. И эти люди должны иметь право выбирать конкретно тех, чьи действия и решения повлияют на судьбу их детей. Хорошо. Я задал тебе пару простых вопросов, и ты так на них не ответил. Напиши мне, если ответы придут тебе на ум позже. Хорошо? Роберто, спасибо тебе большое.